И всем привет, ребят, с вами Стервайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем новое обновленное устройство на Скорпион, а именно Ройчик, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройки игрового аккаунта установить ему личный такт-тактимпэм. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего Ройчика, то теперь в нем стало целых 20 ракет, урон конечно с этим стал значительно меньше, но как он себя покажет, сегодня мы посмотрим, возьмем сразу бустера, не кризиса, кризис у нас теперь уходит на покой, можно так сказать. Ну и попробуем все это дело реализовать в рамках дефолтного TDM режима. Надеюсь, что получится все это дело четенько, вкусненько реализовать. Возьмем сразу вот такую вот комбинацию с экстищечкой и Скорпиона и Крусейдера, выглядит прям максимально сочно и эпично. Ну и надеемся на то, что меня сразу закинет в хорошую какую-нибудь карту, можно и небольшую карту, так как Рой и на маленькой карте работает очень и очень жестко и меня закидывает на шикарнейшее плато с одним лишь резистом от Скорпиона. Шикарно, просто шикарно. Ну и будем сейчас стараться показывать хорошие результаты. Сводка Роя теперь по-настоящему стала Роем, да. По-настоящему теперь у нас залетают прям нереально большое количество вот этих вот пчелочек, как я их уже теперь называю. Да, ну и вот так вот жестко можно теперь наваливать. Сводка максимально быстрая, от нее можно уворачиваться, но плюс ее то, что он работает и на маленькой дистанции, дает возможность как раз-таки вот таких вот жестких эпических сводочек в виде 20 ракеточек подряд. Урон, конечно, под резист уже будет выглядеть не так жестко, но вот по безрезу залетает очень и очень хорошо, особенно если меня запикивают на такие карты, где у нас, где у нас прям, ну все максимально шикарно, если честно, да, и где противники безрезов, где противники еще и не скажут, что супер жесткие, да, поэтому будем пробовать показывать супер хороший контентный результат. Что касаемо Кризиса, то по поводу него, я думаю, что в отдельном видеоролике вы, может быть, видели, а может еще увидите. Не знаю, когда вышел просто этот видос Роя, но про Кризис я отдельно тоже записал. Ну и Кризис на сегодняшний момент времени использовать нет смысла от слова совсем никакого, поэтому мы уже играем на вкусненьком бустерочке. Ну и получается, если честно, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо получается у нас. Единственное, только вот если противник был бы здесь пожестче, то, может быть, мои бы пчелы были бы более полезны, но вы видите дистанция. Просто минимальная дистанция и уже залетает каждый выстрел в голову. То есть вот смотрите, я стою, например, ладно, здесь этот противник уже сольется, но в любом случае вот даже супер маленькой дистанции, где у вас там разница, ну, в два танка грубо с противником, уже залетает эта безумная сводка. И, кстати, лучше ее именно давать с небольшого расстояния. С большого расстояния от нее можно увернуться, а вот с небольшого расстояния увернуться от этого Ройчика крайне-крайне сложно. Все эти ракеты, как правило, залетают четко в цель. Вот сейчас как раз-таки протестируем все это дело вот на таком вот бойце. То есть вы видите, да, с маленькой дистанции все ракеты летят четко в оппоненте ИК. Поэтому максимально круто это все дело реализуется. Ну и сама идея Роя мне, если честно, крайне-крайне сильно нравится. Да, то, как сейчас это все дело выглядит, я, в принципе, одобряю целиком и полностью. Так что пробуем наносить урончик, пробуем респить оппонентов, пробуем давать безумные вкусные сводочки. Вот такие пчелочки. Немножечко только они залетели, у нас половинка в мост. Но ничего страшного. Так, противник начал супер пассивную игру. Нам это, конечно, не на руку. Когда противник так пассивно играет, то нам уже нет смысла тоже самим пушить. Надо тоже от аккуратности начинать играть, чтобы особо не открываться под противником. И накидывать, продолжать хорошее количество урончика. То есть здесь можно ловить противников, здесь можно ловить противников. Главное, чтобы в стенке это все не залетало. И тогда будет работать великолепно. Но вот единственная проблема, это когда вот ты с большого расстояния даешь, тогда у противника есть возможность какого-то дополнительного уборота. Если ты с такой маленькой дистанции даешь с Вадейлу, то она работает просто великолепненько. Поэтому Рой по сути сейчас стал именно таким ближнебойным устройством, который с маленькой дистанции стабильно будет наносить безумно большое количество урона по противнику. Так, ну давайте все равно пробовать. Может быть залетит. Это вся пчелочка вкусненькая. Да, пчелка залетает в виде 20 выстрелов. Здесь нас пытаются выпущить, но не получилось у оппонентика ничего сделать. Так, можем подпушить. Ну и вот здесь от упора, просто от упора пчелок накидали. Еще я рез не успел даже оудишку прожать. Так, ну и теперь чуть-чуть дистанцию делаем. Делаем чуть-чуть дистанцию, добавляем пчел. Добавляем пчел, чтобы противник, если что, здесь спрятался. Но даже он не решил не прятаться, он решил просто все пчелы в голову словить. Он решил просто от этих всех пчелочек в голову сыграть. Ну и кстати он выжил. Он выжил после того, как принял даже всех этих пчел в голову свою. Интересно. Не хватило мне немножко даже урона, оказывается. Это скорее всего резист против был. Против резиста уже немножечко потяжелее. Так, противничек у нас есть один открытый. Как будто бы я его мог бы даже одним выстрелом ваншотнуть. Но ладно, полетело по-другому. Соответственно этого мы рубанули. Так, есть возможность дать пробивалову. И теперь дать добавочки. Добавочки одного выстрела хватает. По пчелочкам здесь сверху. Дадим заход по викинга Твинсу, который прячется. Ну и у меня уже 20 киллов. 20 киллов на ройчике. 20-очка уже есть. Что очень интересно смотрится. Очень интересненько смотрится. Так, пробуем сейчас чуть-чуть здесь бачком дать. Пробуем здесь сыграть сразу от Сводейлы. Пробуем еще с Верочку. Можно было добавки дать, но в принципе этого было достаточно. Так, вот этого мы можем ваншотнуть. Отлично, 2600 урона. Так, пчел, наверное, дадим вот сюда. Дадим сюда пчелочек. Крайне быстро, конечно, здесь противники начинают умирать. Но вот по резисту лучше всего, по резисту лучше всего залетает эта сводка. Резист прям вот плюсик хороший работает. Офигеть, вы видите расстояние, да? Вы видите это расстояние? Просто минимальное расстояние с оппонентом. И у меня залетает практически вся сводка. От упора. Просто от упорчика залетает сводка. Не, ну это круто. Это реально круто. Вот с такой дистанции залетит. Офигеть. Офигеть. Просто от минимальной дистанции залетает фулл сводка с роя нынешнего. Даже вот в моменте кажется, что оно не сработает. Что не залетит эта сводка. Она берет и залетает. А она просто залетает. Очень вкусно. Очень вкусно. И против резов работает тоже. И даже против резиков оно все дело работает. Поэтому супер круто. Супер круто, когда появляются такие вот устройства. Которые, ну по сути, уже на протяжении долгого времени были забыты. И вот так вот интересно их преобразовали. И сделали вот название реальностью того, что должно было делать это устройство уже раньше. Ну по сути. И теперь ты реально катаешь на контентовом ройчике. Который может вот так вот жестко закидывать по 20 ракет в оппонента. Да, урон от этих ракет небольшой. Но их 20 штук. И этого достаточно, чтобы накидывать безумно большое количество урона. Так, есть у нас возможность здесь свестись может быть. Есть возможность свестись здесь по оппоненту. Да, даже так. Просто от упора. Просто от упорчика залетает. 700 очков у нас. 32 кила. Уже. Шикарный результат. Для реализации этого устройства. Так, пытаемся накинуть здесь еще. На верхушечку под оппонента. Пробуем накидать еще здесь урончиком. Гаусс меня здесь респит. 70% овердрайва у меня есть. Значит есть возможность еще сделать какую-то вкусную прожималову. Сделать какую-то вкусненькую прожималову. Например, от какой-нибудь такой верхней зоночки. Так, этому мы свадейлу даем. Главное, чтобы все в мост не летело. Я даже специально в упор подъехал, чтобы показать, что это работает от упора. Так, ну и давайте этому уже дадим сосулендру. Чтоб он здесь не расслаблялся тоже. Так, по этому бойцу дадим такую одну тычку. Добавим еще тычку. Ну и здесь по хантеру можно и свестись. По хантеру можно и сводяночку выдать. Отлично. С водянкой его респим. Добавочка здесь по бойцу. 40 килов, ребятки. 40 килов у нас. Сороковочка просто залетает. Вкуснейшая. Это еще в карте, где 6 на 6. То есть, если бы здесь было бы еще больше оппонентов, возможно, еще больше килов можно было бы оформить. Но, в принципе, и с таким количеством оппонентов выглядит все это дело очень и очень достойно. Особенно, если есть вот такие легенькие танчики. Есть вот такие вот вкусненькие резистики. Ба, ну за ним вот эти пчелы не угнались, конечно. Но вот лучше всего поэтому работать с этим устройством от упора. Да, то есть не делать разрыв дистанции, а вот именно от ближней дистанции давать фулс-водку, при том, что она работает в самом упоре. Как оказалось. Я даже думал, что там еще какая-то дистанция дополнительная нужна. Оказывается, даже никакой дистанции этому устройству на сегодняшний момент времени не нужна. И от самой ближней дистанции можно давать фулс-водку и просто-напросто уносить оппонентиков. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.